всем доброе утро в общем решил я до конца недели побегать еще по два с половиной километра зафиксировать этот результат хорошо хорошо зафиксировать ну и уже со следующей недели начинаю тогда бегать 3 сегодня буду тестировать одну бизнес идею гипотезу как хотите так и называйте опять же это бизнес онлайн продажи и именно эту идею мне подсказала жена она настояла том чтобы ее проверить я так думаю что идея живая но все нужно проверять большой плюс в тестировании в проверке вот этих идей гипотез в том что вам не нужно ни юрлицо ничего покупать не нужно создали объявление написали объявление создали разместили если получили хотя бы одну заявку это уже круто можно дальше работать идея живая гипотеза живая и можно за нее хвататься и начинать с ней работать так что в конце видео расскажу что это за идея что это за товар расскажу сколько можно заработать на этом ну и поделюсь некими мыслями по поводу всего этого всем хорошего утра дня вечера кто когда смотрит а я побежал детей вывозить садик сейчас отвезу отвезу детей в садик и буду заниматься своими делами давайте я вам еще расскажу несколько особенностей жизни в польше что мне что все тоже очень очень нравится когда приезжаешь на заправку есть вот такая штука ну это компрессор можно бесплатно абсолютно подкачать колеса и очень это и очень это классно то есть приехал бесплатно подкачал колеса продул тебе там что надо и все хороший хороший мощный компрессор вот там вот там стоит пылесос вот он стоит пылесос но пылесос платные стоит два злотых по моему одна минута или пять минут я уже не помню тоже принципе хороший мощный пылесос который можно пользоваться нужно приехать по убирать по пылесосе то есть это вот такие несколько особенности которые мне очень нравится но еще там есть возле входа в заправку вообще к операторам то так оплате есть такая стоит стоечка там водичка для собачки есть и корм насыпанный очень прикольно кстати здесь заправки работают по такому принципу ну наверное как штатах но точно не как в россии или в украине то есть вы сначала здесь заправляетесь то есть вставляете пистолет нажимаете клавишу заправляетесь и только потом идете рассчитываться не наоборот я когда первый раз приехал вообще когда приехал и когда появилась машина я про эту особенность не знал и приехал на заправку смешно так получилось открыл открыл бак засунул туда пистолет нажал на кнопку бензин пошел для меня немножко такой-то шок был то есть о пиздец пошел да и блин прикольно пошел заправился поставил пистолет зашел назвал номер колонки тебе сказали сколько денег стоит ну все рассчитался то что такие особенности и еще про закончим уже тему садика то что смотрите мы ходим три года уже в садик и за эти три года мы не заплатили ни одной копейки лишних денег там на разные сборы на разные там бумагу ручки фломастеры особенно на ремонт да мы ни копейки не заплатили то есть то что приходит квитанции то мы и платим каждая квитанция индивидуально выдается в начале месяца в конверте нам выдают их две у нас вот такие вот конверты приходят на миг 2 выдают вот столько там написано столько платишь не больше не меньше но зато у детей есть очень много заказывают детям очень много журналов разных видит в коробках таких с поделками с инструкциями с обучающими какими-то штуками они с ними развивают обучают делают поделки и все эти поделки идут соответственно домой то есть мы за первый второй год ну и до сих пор мы принципе очень много у детей поделок они очень много делают руками лепят особенности с туалетной бумаги очень много делают вещей тут это из тубусов стул от туалетных очень много всяких разных штук делают плюс если вы не ходите в садик если предупреждаете то можно то с вас не высчитывается плата то есть смотрите например допустим на есть у меня счет 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 сейчас не помню чей-то счет ну то есть двести шестьдесят пять злотых здесь и цифра нужно заплатить двести шестьдесят пять но это и либо за да задарью либо это занял в некотором месяце получается что 360 нотка ты беру что сумма 360 злотых так что вот сколько заплатили столько из вас больше не возьмут и сколько заплатили 100 сколько квитанции столько заплатили из вас больше ни копейки денег не возьмут вот такие особенности проживания же проживания здесь в польше так что очень очень круто вот такая стоимость бензина у нас бензина газ дизель причем дизель двух видов ну что всем добрый вечер всем привет еще раз ну как и обещал как обещал расскажу про бизнес тот который хотим все очень просто как всегда это школьные банты сейчас объясню почему школьный бант в украине стоит на злот и примерно 1 злот один банк стоит здесь мы покупали банты в среднем не стоит около пяти злотых то есть потенциально на одном банке или банту можно заработать 4 злотых но теперь вопрос стоит размещение рекламного объявления тестового затестируем посмотрим результат и потом уже будем решать логистические вопросы то есть по мере поступления проблемы будем решать по мере их поступления то есть сначала тесты если начнем получать заказы тогда начнем логистику решать если если вам тоже нравится вы думаете что у нас получится но поддержите поставьте лайк напишите в комментариях что-нибудь под видео в знак поддержки нам это будет очень приятно в общем то и все всем хорошего дня вечера утра не знаю когда вы это смотрите всем всем до завтра всем пока и и Продолжение следует...